Народ, всем привет! В этом видео я вам расскажу про приложение Кинопоиск для вашего телевизора, а также расскажу, как установить, если его там не было изначально. Так что, народ, не будем тянуть, погнали! Для начала я хочу вам рассказать, что это за приложение такое и почему и когда я начал использовать этот сервис. Для тех, кто вдруг не знает, Кинопоиск – это крупнейший русскоязычный интернет-сервис с фильмами, мультфильмами и сериалами. Приложение этого сервиса создано на все популярные платформы. То есть, вы можете смотреть свои любимые фильмы с компьютера, с телевизора, со смартфонов, планшетов, ТВ-приставок и даже с игровых консолей. Но я рекомендую и предпочитаю смотреть сервис Кинопоиск именно на большом экране Smart TV. О Кинопоиске я узнал еще лет, наверное, с 15. На тот момент это был просто сайт с полной информацией о фильмах, как о предстоящих, так и уже о ранее вышедших. И на тот момент это меня как раз-таки и подкупило. Я всегда мог узнать заранее, чего стоит ожидать от нового фильма, посмотреть, кто снимался в главных ролях. Или, например, я помню, скачивал обои на рабочий стол для своего первого компьютера. Сейчас же это такой некий большой портал с фильмами, с сериалами, с эксклюзивами, которые можно смотреть по подписке. Ну или же брать в аренду за небольшую плату. Ну а если очень сильно хочется, то можно сохранить себе фильм и на будущее, просто купив его в свою коллекцию. Я начал активно пользоваться сервисом где-то чуть больше двух лет назад. Собственно, тогда, когда купил Яндекс.Станцию. За это время я купил много фильмов по адекватной цене, а также посмотрел большое количество интересных фильмов по подписке. Удобно то, что большинство фильмов можно загрузить в кэш-приложение на своем смартфоне и смотреть где-нибудь, например, в дороге. Вот, кстати, недавно мне пришло пуш-уведомление о том, что сейчас в подписке появился интересный семейный фильм про кролика Питера, вторая часть. Первую часть мы уже как-то смотрели и нам очень понравилось. Так что на днях будем смотреть продолжение. И вот если с Яндекс.Станции тут все просто и понятно, Кинопоиск является главным основным приложением на этой колонке, вы просто подключаете ее к телевизору и пользуетесь. А вот как быть, если вы хотите смотреть Кинопоиск напрямую со своего телевизора? Давайте разбираться. Для начала давайте посмотрим на официальную страницу сайта Кинопоиск. На каких устройствах можно установить приложение? Возможно, оно даже у вас уже предустановлено. Посмотрите внимательно. Если в этом списке ваш телевизор или устройство, с которого вы хотите смотреть Кинопоиск, также обратите внимание на год выпуска. Сразу отвечу на вопрос, если у вас нет смарт-ТВ, то есть у вас стоит обычный телевизор или он не подходит под год выпуска, то расстраиваться не стоит. Потому что существует большое количество Android TV приставок, а также Яндекс.Модуль, с помощью которых вы можете сделать из своего старенького обычного телевизора самый настоящий современный смарт-ТВ. Ну а если ваш телевизор подходит под год выпуска, то давайте разбираться, где взять приложение. Зачастую приложение Кинопоиск должно быть уже предустановлено, особенно на новых телевизорах. Оно может быть просто спрятано в меню со всеми приложениями. Понятное дело то, что у каждого производителя будет свое меню со всеми приложениями. И возможно оно будет даже сильно отличаться. Точно так же, как и сам магазин с приложениями, откуда мы будем скачивать Кинопоиск. Но я вам, друзья, сейчас хочу показать на своем примере, как на стареньком телевизоре, так и на современном Android TV. Для начала заходим в меню со всеми приложениями и смотрим, есть ли там приложение Кинопоиск. Если вы его нашли, то просто добавляем в избранный на главный экран, чтобы в будущем к нему переходить быстрее. Если вы не нашли приложение Кинопоиск, то тогда вам понадобится скачать его. Для этого заходим в магазин с приложениями. Опять же, у каждого производителя магазин может отличаться. Например, на стареньком Самсунге магазин называется Samsung Apps. Пишем в поиске Кинопоиск и скачиваем. На современных телевизорах или приставках на базе Android TV магазин называется Google Play. Также заходим в поиск, пишем Кинопоиск и скачиваем. Когда приложение у нас загрузилось, мы можем зайти в него и авторизоваться. Если у вас еще нет учетной записи, то выбираем Плюса пока нет. Выбираем Попробовать. Далее можно достать свой смартфон и отсканировать QR-код. И продолжить регистрацию на телефоне. Также можно воспользоваться ссылкой, которая указана на экране телевизора. И после ввести данный код в соответствующее окно на телефоне. Если у вас уже есть действующий аккаунт, то выбираем Плюс уже есть. И дальше также следуем инструкциям на экране вашего телевизора и смартфона. Если у вас много аккаунтов Яндекса, то выбираем тот, в котором есть подписка Яндекс Плюс. Узнать это можно очень просто. Ваш аватар будет обведен цветным кружочком. Ну и теперь, когда мы зашли на главную страницу кинопоиска, тут мы можем посмотреть те фильмы, которые не досмотрели ранее. Это своего рода такая пауза. Чтобы не перематывать фильм сначала, просто продолжайте смотреть с того места, на котором остановились. Далее у нас идет категория популярные фильмы. И тут происходит очень хорошая подборка фильмов по вашим интересам. Это действительно очень удобно. Не всегда бывает такое, что ты хочешь посмотреть какой-то конкретный фильм, то есть ты не знаешь, что посмотреть, но что-то посмотреть вечерком все равно хочется. И вот такая категория как раз таки очень полезна. Также тут у нас есть категория новинки, где собраны все недавно вышедшие фильмы, которые уже стали доступны в сервисе Кинопоиск. Ну и плюсом, тут есть еще различные жанры. В разделе слева у нас отображаются каналы. И знаете, там такой большой список каналов, что ни одна, наверное, спутниковая тарелка вам не даст столько. Если мы еще раз выйдем на главное меню Кинопоиска и еще раз посмотрим на боковую панель слева, то внизу мы увидим раздел Спорт. Тут собраны все спортивные передачи. А если мы спустимся вниз, то мы увидим раздел Музыка. Допустим, пришли к вам вечером гости, и вы хотите, чтобы на заднем фоне играла тихонечко музыка, а потом все вместе сесть и смотреть, например, футбол. Вот это я понимаю, когда в одном приложении есть абсолютно все. Еще, кстати, в разделе музыка я могу вам порекомендовать подборку, которая называется «Моя волна». Это бесконечное количество треков, подобранных конкретно под ваш вкус. Мне прям очень нравится. Если вы в Кинопоиске смотрите какой-нибудь фильм и в какой-то момент захотели узнать, что за актер играет именно в этой сцене, то тут есть такая встроенная функция, как «Дипдайв». Ставите видео на паузу и смотрите, как зовут актера. Еще такая же функция есть и в музыкальном сопровождении. Опять же, ставите видео на паузу и смотрите, как называется данный трек. И тут же, если что, можете добавить его себе в Яндекс.Музыку. Что еще очень удобно, это то, что вы можете настроить несколько профилей. Например, создать детский профиль и указать возрастное ограничение. Это нужно для того, чтобы, например, показывать фильмы и мультики только до 6 лет. И таким образом этот профиль не будет пересекаться с вашим. То есть у ребенка будут свои мультики, а у вас будут свои фильмы. И это действительно очень удобно. Что бы вы там ни подумали, но я за все время перепробовал, наверное, практически все сервисы, которые только существуют. И считаю, что только Кинопоиск заслуживает звание как лучший сервис с фильмами. А если сравнить его с зарубежными сервисами, то он получается еще даже и дешевле. Вот у меня, например, оформлена подписка Яндекс.Плюс, куда входят и музыка, и фильмы, и многое другое. А у некоторых компаний этого нет. Поэтому, друзья, если вы любите смотреть фильмы, то я могу вам смело рекомендовать приложение Кинопоиск, особенно для Smart TV. Так как в наше время уже сложно представить себе телевизор без такого удобного сервиса, как Кинопоиск. Тем более я и сам им пользуюсь, и за такой качественный сервис, где собраны лицензионные фильмы, действительно не жалко потратить свои деньги. Так что, друзья, пользуйтесь, это очень выгодно. Ну а с вами был, как всегда, Колян. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, кто до сих пор еще не подписан. Также задавайте свои вопросы в комментариях. На сегодня все. Всем вам желаю удачи. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!